Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Слухи, что Семен Фролов стал участником Дома-2, не подтвердились, пока он решил остаться на телепроекте на неделю в качестве гостя. На Сейшелах с размахом отмечали день рождения Ольги Рапунцель. В начале дня Дима Дмитренко пригласил Олю на свидание и привез ее на камни любви. Оля надеялась, что Дима ей предложение руки и сердца сделает, но он всего лишь подарил колечко, отметив, что подарок не несет в себе брачного смысла. Ну а вечером все островитяне гуляли на вечеринке, посвященной дню рождения Оли. Рапунцель довольна, она пишет, ребятки-котятки, было круто, повеселились от души. Спасибо за позитив, мне этого не хватало. Скоро улетает на Сейшелы отдыхать Игорь Трегубенко. Он летит все же без тещи. Его невесте Эли Сухановой не удалось навязать свою маму Игорю в попутчике. На поляну из Дубая вернулись Марина Африкантова и ее мама Татьяна Владимировна. Через шесть дней мы это увидим в эфире. Новенькая участница Алиса Кошелева передумала, пока уходить с проекта. Причина, по которой она стала паниковать, пока неизвестна. Алиса пишет, третий день на проекте и мне уже немножко легче. Уже хожу, улыбаюсь и не парюсь по пустякам. Тимур Гарафуддинов вернулся на проект, чтобы опровергнуть слухи о своем уходе. Он все так же участник и планирует строить любовь на Доме-2, но пока не знает с кем. А теперь очень неожиданная новость. Илья Яббаров и Руслана Мишина начали встречаться. Они целуются, обнимаются и вместе просыпаются. Руслана пишет в соцсетях. С Ильей мы дружим давно. С момента нашего знакомства действительно между нами проскочила искра. Но я была в отношениях с Колей, а Коля друг Ильи. Заселяться в комнату мы не спешим, так как не хотим ничего портить бытовыми моментами. Оля Жемчугова недовольна поведением своего мужа Глеба на Сейшелах. Он ведет себя неподобающе, целый день говорит о том, как ему хочется секса, кидает полуголок Вику Романец и Кристину Лисковец в бассейн, а с женой Олей ругается матом через плазму. Оле не нравится такое внимание Кристины и Вики к Глебу. Ольга пишет. Продолжайте в том же духе провоцировать крутиться возле него без трусов, веселиться в бассейне и звать на камни и водопады. И еще искренне желаю вам найти мужика, а когда найдете, чтобы рядом велись такие же девочки. А на поляне Катя Король и Саша Харитонова продолжают предлагать себя Косте Иванову. Они фотографируются для него в откровенных нарядах. Саша Харитонова пишет. Мы с Катей объединили свои силы в борьбе за сердце Кости. Мне он очень нравится, и я бы с удовольствием полетела к нему на остров. Алена Юдина, которая была в паре с Алексом Гулиевым, уехала на три дня, никого не предупредив. Сейчас она уже вернулась на проект и говорит, что летала к родным на выходные дни. А за это время Алекс переметнулся к новенькой Яне Шофеевой, которая пришла к Андрею Черкасову. Алекс объясняет ситуацию. Хочу внести ясность. Алену я взял под свое крыло и думал, что у нас что-то получится. Но ей не нужны были эти отношения. Яна, новенькая девочка, мне нравится. У нас с ней был романтик. А что было дальше, узнаете из эфиров. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!